Всем привет! Сегодня, как и обещала, у меня будет распаковка посылочки с сайта Мыльная Вечеринка. Я хочу вам показать букетик, какие букетики я делаю мыльные. Здесь есть уже некоторые формочки, которые есть на сайте Мыльная Вечеринка. Вот такие вот. В общем, это ведерко. Видите, я для заполнения пустоты добавляю органзу. В общем, как я делаю, у меня есть ролик. Буду еще вам снимать другие ролики. Это я вам для примера показываю, какие букетики у меня получаются. Ну, а сегодня у нас с вами распаковка посылки. И там, девчонки, новые формочки. Вот такой еще у меня новый букетик. Для примера вам показываю. Все фотографии подробные есть у меня в Инстаграм. Я к 8 марта делала огромное количество букетиков, но здесь на канале не показывала. Поэтому все вы сможете посмотреть на моей странице в Инстаграм. Ссылочки я вам оставляю под видео. Вот такая большущая посылка, девочки. Это посылка мечта любого маловара. Я сегодня покажу вам обзор, а в следующих видео потом мы будем с вами пробовать заливать эти формочки. И посмотрим, что из них получится. Здесь не только формочки, а я еще заказала вот такую зелень. Сейчас распакуем, посмотрим. Вот такая шикарная зелень. Посмотрите, какие огромные, какие огромные ветки. Смотрите, какие огромные ветки. Очень-очень мягкий пластик. Похож даже на резину. Смотрите, все это разборное. Все это можно разобрать. Вот эти цветочки можно использовать отдельно. Ну, в общем, обалденные, девчонки. Первый раз там заказываю. И посмотрите, до этого я на Алиэкспресс заказывала. Либо у нас в Оренбурге покупала в магазинах. Но там как-то дороже и жиденькие. А тут прям очень-очень такие пушистые веточки. Очень-очень даже мне понравилось. И вы знаете, что интересно? Оказывается, этот магазин находится от нас недалеко. Я живу в Оренбурге, а посылочка пришла из Гаи. Это Оренбургская область. Поэтому я очень удивилась, когда посылочка быстро до меня дошла. Я увидела адрес и была приятно удивлена. Оказывается, это мои земляки. Вот смотрите, тоже какая ветка. Тоже вот так все разбирается. И вот такие вот желтенькие красивые цветочки. Очень даже классно их в весенние букетики с тюльпанчиками добавлять. Ну, прям так классные-классные. Я довольна. Очень даже хорошая еще зеленушка. Вот такая еще зелень. Зелени много на сайте представлено. Там что-то разбирают, что-то есть в наличии. В общем, я взяла из того, что в наличии было. Правда, перед 8 марта очень много делали заказов. И там прям быстро разбирали всю эту зелень. Ну, сейчас там все в наличии есть. Можно будет заказать. Вот такая вот зеленушка. Взяла по одной веточке, понемножку на пробу. Я всегда, когда первый раз заказываю, я беру понемножку. Ну, а формочек очень-очень много, потому что я смотрела обзоры на ютюбе, и многие девочки-маловары именно на этом сайте заказывают формы. Посмотрите еще какой пакет. Это листочки для роз. Если делать букеты из роз, то вот такие листочки использовать очень-очень даже хорошо. И они на этом сайте недорогие. То есть вы можете зайти и посмотреть. Они там прям дешево стоят. И смотрите, вот такая вот веточка получается из четырех штук. То есть можно сразу четыре одевать, можно их по отдельности пистолетом клеевым приклеивать. Ну, в общем-то, очень даже классно вот такой вот большой мешок заказала. Также заказала красители. Красители швейцарские. Довольно-таки такие большие пузыречки. По-моему, у нас в Оренбурге меньше. Швейцарские гелиевые. Это цвет Барби. Розовые очень пользуются спросом. Заказала голубые. Хочу делать васильковые букетики. И не только васильковые. Очень хочу гортензию попробовать сделать. Желтые. Ну, в общем, самые ходовые. Те, что у меня больше всего уходят. Красный, желтый, голубой. Вот такой красный. Вот, да, вот смотрите, Барби. Красный. Красный очень быстро уходит. Его надо много добавлять, чтобы был яркий, насыщенный цвет. Вот такие вот ящички деревянные. Сюда собирать можно букетики по спецзаказу. Почему по спецзаказу? Потому что я использую обычно крафт-супницы. Они недорогие. Для того, чтобы букет не стоил дорого. Но для индивидуального заказа можно использовать вот такие ящички. Вот здесь есть крафт-супницы. Большое спасибо Оксане, хозяйке магазина. Смотрите, она положила супницы мне в подарок. Для того, наверное, чтобы заполнить пустоты, чтобы все это не болтыхалось. Ну и приятный такой подарок. Вот, посмотрите, там есть вот эти супницы. Вот такие крафт и белые. Я в этих супницах сделала очень-очень много букетиков на моей странице в Инстаграм. Все фотографии есть. А также в подарок я еще получила вот такие вот купольные упаковки. Сюда можно упаковывать мыло, цветы. Вот такие вот классные коробочки. Ящичек у меня не только зеленый. Как видите, все хорошо упаковано в отдельных пакетиках. Еще вот такой вот ящичек. Посмотрите, это такой закрытый вот ящик деревянный. Он немножечко побольше, чем зелененький. Но тоже красивый. А вот, знаете, только что в крафт-супнице я использую пену монтажную. Мне очень удобно работать с пеной. А сюда нужна будет флористическая губка или пенопласт. Потому что от пены может вот это вот дерево все расклеится пену. Потому что в разные стороны распирает. Вот, я уже пробовала. У меня была коробочка декупажная. И я ее испортила. Поэтому делюсь с вами такими своими впечатлениями. Не всегда нужно приятными впечатлениями делиться. Иногда нужно делиться своим негативным опытом. Для того, чтобы люди не повторяли таких же ошибок. И дальше формы. Посмотрите, какие формы. Вот такие вот формы. Все подписано. А я вам сейчас буду просто читать. А потом мы, когда будем заливать, посмотрим. Лютик обыкновенный. Я очень хотела лютик. Вот такой маленький синенький цветочек. Чтобы использовать его между крупными цветами. Вот такой у меня лютик. Я достану вам сейчас одну из формочек. Показать, чтобы вы в представлении имели, какие формы. А вот эта вот формочка. Вот это гиацинт в куполе. И смотрите, идут уже резиночки. Когда мы заливаем мыло, одеваем вот эти резиночки. Чтобы это все не растопыривалось. Смотрите. Вот как видите, в прорези открывается. Очень плотный силикон. Стенки достаточно толстые. Ну, то есть видно, что силиконы не жалеют. Вот. И поскольку они такие толстые, они прослужат гораздо дольше. Потому что если тоненькие были бы стеночки, во-первых, заливать неудобно. А во-вторых, они могли бы со временем потом порваться. А здесь вот эти формы сразу видно, что они прослужат очень-очень долго. Формочки достаточно качественные. У меня уже есть опыт. Я же много заливала. Поэтому я могу уже вам сказать. Это лолита. Лолита – это роза. Я хочу разные виды роз. Очень люблю букетики из роз. Поэтому вот еще такую заказала. Это я уже не помню. Будем с вами заливать. Потом посмотрим. Вот что это за роза такая. Так. Это что у нас? Эмили. Эмили. Если честно, я уже по названию вот этих вот форм не помню, что это за цветок, роза или какой-то другой. Но когда будем заливать, я вот эти бумажечки оставлю и я вам покажу. А вот это у нас бутон лютика. Ой, как классно. Еще и бутон лютика. Кстати, по-моему, я бутон не заказывала. Я думаю, что это Оксана мне положила в подарок. Огромное спасибо. Да, девочки, на сайте акция, когда вы заказываете пять форм, шестая идет в подарок. Вот. Поэтому много форм заказывать очень даже выгодно в одной посылке. И посмотрите, основное, из чего я делала заказ, это тюльпаны. Тюльпаны сразу пять штук в одной форме. Вы знаете, когда просят к 8 марта букет, например, из 15 тюльпанов, Вы представляете, как это долго заливать по одному тюльпанчику? Он же должен застыть, потом его вытаскиваешь, потом опять греешь основу. Это неудобно. И здесь форма из пяти тюльпанов. Что самое для меня было интересное? Одинаковые здесь тюльпаны или разные? Я не спрашивала об этом на сайте, потому что мне было все равно. Ну, какая, я думаю, разница? Одинаковые тоже хорошо. Но смотрите, они разные. Вот это, по-моему, попугайный такой тюльпан, у которого края такие волнистые, бахромчатые. Это похоже на тюльпан-бутон. Вот это чуть-чуть раскрывшийся бутон. Вот видите, как здесь по одному нарезу. Здесь маленький бутончик. И вот здесь еще вот такой же тюльпанчик. Вот два одинаковых. Вообще классно, очень классно для весенних тюльпанов. Это просто находка для маловаров. Вот так в одну форму сразу залить. Я хотела форму дубликаты для того, чтобы быстрее делать букеты. У меня очень медленно это все продвигается из-за того, что нет дубликатов. Это у нас мятный пион. Небольшой, вот как видите, но небольшие цветочки тоже нужны. Потому что не всегда вот такие вот огромные цветы, когда мы делаем, между ними обязательно нужно заполнять. Я заполняю искусственной зеленью, но хочется добавлять мыльные цветочки маленькие. Это кокоду. Кокоду это у нас цветок такой похож на лилию. Кокоду, по-моему, там написано было тюльпан. Но мне показалось, что он похож на лилию. Ну, в общем, зальем, посмотрим. В любом случае цветок очень-очень красивый. Форма цветка очень красивая. Так, это у нас пингвум. Средний пингвум я уже не помню, что это. Скажем, может быть, это роза, может быть, это пион. Это тоже будем смотреть, когда будем с вами заливать. Так, это что такое у нас? Так, это у нас василек, по-моему. Вот, очень хочется мне василек. Так, по-моему, написано василек, да. Так, это у нас пион нежный. Пионов там очень много разных видов. Так, это кокоду уже был. Ну, в общем, что я хочу сказать. Я очень довольна посылкой. Очень классные, шикарные формы. И смотрите, что еще я заказала. Это вот такие наклейки на мыло. У меня есть вот такая овальная формочка. А это наклейки водорастворимые. То есть, они растворяются водой. Вот, обалденно их использовать можно в мыле. Я видела уроки на ютюбе, но я этого еще ни разу не делала. Мы с вами обязательно в будущем попробуем. У меня как раз вот такая вот небольшая овальная силиконовая формочка есть. Там, кстати, огромное количество вот таких наклеек. У меня глаза разбежались. Я хотела все их. Вот, но думаю, ладно, куплю пока форму. Потому что в основном я занимаюсь мыльными букетами. Если уж меня затянет изготовление мыла с картинками, тогда закажу еще. Вот такой у меня обзор получился. Если вам понравился обзор, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. У меня, кстати, на ютюбе есть еще и другие каналы. Все ссылочки я вам оставляю в описании. А также ссылку на магазин Мыльная вечеринка. А также у них есть канал на ютюбе, где очень много обзоров вот на эти вот формы. Откройте описание, инфобокс и переходите по ссылкам. Выбирайте нужный вам товар. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока.